Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем гастро канале Сладкий Персик, и сегодня мы с вами будем готовить ту самую кашу из детства, но сделаем ее немножко по-другому. Я, конечно же, про гороховую кашу. Готовить ее мы будем, во-первых, без замачивания. Я считаю, что замачивание это вообще прошлый век, и я этим не пользуюсь, и, естественно, вам советовать замачивать гороху тоже не буду. Но горох для этого нужно брать колотый. И второй момент. Мы кашу эту будем подавать очень красиво, сделаем ее при помощи блендера, она будет выглядеть как пюре, и я думаю, что вам очень понравится, даже если в детстве вы ее не любили. Нам понадобится колотый горох, вот такой вот, примерно 500 грамм. На 500 грамм гороха мы берем 1 литр воды, оливковое масло и любимые специи. У меня здесь сухой чеснок, копченая паприка, ну и свежих зелий, у меня кинза. Первым делом мы с вами горох открываем, высыпаем в миску и промываем несколько раз. Горох помыли, теперь перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Я раньше тоже замачивала горох. Я помню, что замочила один раз горох на ночь, хотела сварить гороховый суп. И горох у меня, несмотря на то, что стоял 8 или даже 9 часов, вообще не размягчился, остался твердым. Он был такой невкусный, если честно. И с тех пор я горох никогда не замачиваю. На самом деле это делать не обязательно. Горох будет мягкий, если он определенного сорта. Но я надеюсь, что вот этот горох мягкий, потому что обычно колотый горох как раз и придает такого сорта, чтобы он хорошо разваривался. Водой заливаем самой обычной, холодной или комнатной температуры. Никакой кипяток здесь использовать не нужно. Тем более не нужно в кастрюлю добавлять соду. Я знаю, что есть такие способы. Просто горох, просто вода. И важный нюанс, мы сейчас горох не солим. Мы его залили и убираем на плиту. Ставим на маленькую конфорку. Получается, огонь у нас будет на маленькой конфорке достаточно сильный. Следим за тем, как каша кипит. Снимаем накид и варим ее потом на медленном огне примерно 30-40-60 минут до мягкости. Смотрите, у нас гороховая каша закипела. Пеночку мы немножко сняли. Теперь мы можем оставить ее так вариться, можем накрыть крышкой и поставить на минимальный огонь. Здесь кому как больше хочется. Когда каша сварится и горох станет мягким, мы с вами ее плиту выключаем, накрываем кастрюлю крышкой. Вот теперь прям точно надо накрыть крышкой и даем постоять примерно 10-15 минут. Теперь берем нашу кашу, добавляем туда все специи. Напомню, что у меня копченая паприка. Это важно. Она, мне кажется, вкуснее, чем обычная. Сухой чеснок. Ну и солим. Наливаем оливковое масло и затем берем погружную насадку от блендера. Вот такую вот. И припеваем нашу кашу в пюре. Если очень хочется, можно добавить туда еще и сливки. Попробуем. Очень вкусно. Мне кажется, в консистенции хочется добавить сливки. Я их уже вскипятила. Добавляю и также пробиваю дальше блендером. Ребята, вы даже не представляете, насколько вкусная эта каша. Это совсем не то, что нам готовили в детстве в столовках, в детском саду, в школе. Хотя, конечно, горох он есть, горох похоже. Но это современный вариант каши. И главное, что мы с вами сварили ее без этого долгого и нудного замачивания. Попробуйте. Это, правда, очень вкусно. Я буду ждать ваши отзывы в комментариях. Пишите, понравилась вам такая каша или нет. Может быть, как-то вы ее улучшили или сделали что-то по-другому. Это всегда очень интересно. Подписывайтесь на наш гастро-блог. Смотрите наши новости, которые выходят каждое воскресенье. Читайте наш Телеграм. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok